В Израиле вторая волна эпидемии. Всему виной ослабление карантина, которое люди восприняли как отмену всех ограничений. Правительство предупреждает, если граждане не будут соблюдать правила, в стране снова ведут жесткий карантин. 257 случаев ковида за сутки. Растет число тяжелых пациентов. В больницах вновь зафиксированы случаи заражения среди медиков. По официальной информации, Израиль накрыла вторая волна пандемии. В разгар мирового кризиса я неоднократно подчеркивал, что борьба с вирусом требует взаимной ответственности. Нам все еще нужна эта ответственность, потому что эпидемия здесь, и она снова поднимает голову. Это требует от каждого из нас соблюдения инструкции Министерства здравоохранения. Возможно, в ближайшее время нам придется предпринять дополнительные шаги для борьбы с вирусом. Еще две недели назад, казалось, победа близка. Почти прекратился прирост количества новых больных. Почти не осталось пациентов на ИВЛ. Во многих больницах опустили инфекционные отделения. Начали открываться кафе и рестораны. Заработали на полную мощность предприятия и бизнес. Люди успокоились и массово начали пренебрегать правилами безопасности. Кривая заболеваемости сразу пошла вверх. И мы это видим сами на улицах. Молодые люди ходят без масок, потому что это заболевание, мне кажется, опасным для них. Но они должны помнить, что это заболевание опасно для людей старшего возраста и для распространения заболевания вообще. Власти настаивают. Маски, гигиена, социальная дистанция – все это необходимо соблюдать. Иначе начнется неконтролируемый рост и здравоохранение захлебнется от потока больных. Специалисты уже много говорили о чрезвычайной высокой заразности COVID-19 и ослабление карантина сразу продемонстрировало их правоту. В качестве эксперимента со следующего понедельника должны возобновить свою работу израильские железные дороги. Но Минздрав предупреждает, если за выходные увидит резкий рост заболеваемости, это решение немедленно отменит, как и многие другие послабления. Сергей Услендер, Хабар 24.